добрый вечер ребята все кто пришли на занятия сегодня у нас тема чтение на иврите мы читаем книжки самого маленького такого самой низкой сложности для того чтобы дать возможность потренироваться в чтении даже тем детям которые читают по слогам и я вам покажу сейчас нашу программу которая будет на встрече номер 24 сегодня уже 24 встреча нашей группы которая читает по слогам каждую среду 18 часов по московскому времени мы с вами тренируемся читать обычные детские книжки в данное время мы читаем серии книжек которые написал автор и у него такое есть имя доктор пожалуйста проверьте у всех ли закрыты микрофоны и обеспечьте нам отсутствие посторонних звуков и так мы сегодня читаем несколько страничек из книжки доктора суз мы с вами выделим 10 минут на чтение инструкции по рисованию бабочки и 10 минут на запись маленького стихотворения смешного про махашефот оно состоит из четырех строчек все кто захотят запишут его на микрофон и так начинаем наше занятие алиса пожалуйста прочитай название книжки которую сегодня мы начинаем читать посмотри внимательно на букву с которой начинается второе слово это буква как ты думаешь какая рейш рейш так и заново прочитаем полностью это слово лео лео раэв раэв ты знаешь это слово раэв нет нет ребята кто подскажет алисе что значит слово раэв алиса запоминай это слово а дальше написано в лео лео раэв вероятно его чем-то угостили и он это не алиса не захотел не любит такое кушать да поэтому он сказал лео раэв лео раэв я не хочу это кушать мне это не нравится я не люблю и вообще я не голоден и мы с тобой прочитаем одно предложение которое на этой страничке пожалуйста хорошо алиса я тебя попрошу посмотреть на первое слово которое до запятой здесь написаны внизу две точки буква ют как говорят эй эй да обращается вот этот вот смешной человечек обращается к тому что сидит в кресле и говорит улай а то раэв слово улай знает это слово ты знаешь алиса нет нет а вот 2 алиса она очень даже вовремя тебе подсказала знаешь ли ты 2 это слово улай алиса номер 7 алиса номер 7 тогда я попрошу нику ника вы добра расскажи двум девочкам алисам и всем остальным кто еще не очень твердо знает слова на иврите что обозначает слово улай можно да чуть погромче молодец спасибо может быть а то раэв то есть спрашивает один человечек спрашивает другого или он голоден вот такая книжка сегодня будет у нас на нашем экране пожалуйста ника прочитай на первой страничке что же происходит алиса 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 ребята почему я взял эти книжки для того чтобы мы с вами читали потому что тут все время повторяются и повторяются одни и те же слова и вы постепенно их запоминаете слово раэв оэв и тут есть еще очень хорошее выражение шми скажи пожалуйста ника для тех кто еще не не узнал может быть это слово что это такое за слово шми это мое имя шем шели мое имя каково же мое имя вот у этого персонажа он говорит что его зовут шев вот такое может быть нам покажется немножко странное но и такое имя бывает его имя это шев и он говорит а не лё раэв в лё оэв то же чем его угощают он не хочет кушать итак мы несколько раз с вами прочитали одно и то же предложение я надеюсь что вы его запомнили и алис читает сейчас следующее предложение очень хорошо алис скажи пожалуйста что же обозначает слово руце хочешь да ты хочешь это эдзе по о руце эдзе шам два здесь маленьких кусочка предложения одно заканчивается на слово по а а другое на слово шам знаешь ли ты алис эти слова я думаю что да пожалуйста что такое по по это означает тут тут а шам но шам означает там там молодец и посмотрите нам тут как раз вот этот человечек в желтой одежде показывает по видите куда пальчик его указывает о шам здесь или там он такой непонятливый что ему уже сказали я не хочу кушать я не голоден а он думает что может быть место не нравится и предлагает хочешь кушать тут хочешь кушать там вот какие бывают интересные события итак сейчас мая начнет читать что происходит на следующей страничке пожалуйста мая ты начинаешь первой строчке uks, два дня лопа па sun у к у м ла к л о с у 생 Буквы ты знаешь правильно. Все звуки читаешь отлично. Сейчас только я тебя спрошу. Ле-мабайт. Скажи мне, что обозначают эти слова? Не дома. Не дома. Аль-шульхан. Это что такое шульхан? Стол. Стол. Ле-мухан. Не готов. Не готов. Замечательная читательница у нас появилась. Спасибо, Майя. Ты молодец. Теперь читает Мила. Вот тут, где я держу стрелочку. Мила, тебе видно? Это я? Да, ты, Мила. Вот молодец, какая замечательная. Тебе не стало смешно, что он сказал? Ле-по, ле-шан. Мы это уже с вами прочитали. Ле-им-ахбар. С кем он не хочет вместе кушать? Ахбар. Кто это? Кои? Села. Мышка. Ахбар. Это мышка. Ле-хан ве-лё-кар. Скажи, пожалуйста, Мила. Хам ве-кар. Что это за слова? Холодная и жаркая. Холодная и горячая. Правильно. И ле-шун-давар. Ты когда-нибудь слышала такое? Ле-шун-давар. Ну, да. Ну, скажи, пожалуйста, что же это обозначает в этом случае? Ну, без ничего. Да, ничего. Он говорит, я не хочу ни тут, ни там, ни с мышкой, ни холодной, ни горячая и вообще ничего. Видишь, как он возмущается и кричит, что нет, нет, я ничего не хочу. Так, очень хорошо. Ты молодец. И мы с вами, смотрите, как хорошо и быстро читаем. Пожалуйста, Амелия, ты читаешь следующее предложение. Вот оно начинается там, где я держу стрелочку. Молодец, умница. Тут нам даже уже нечего переводить, потому что все слова мы встречали. И посмотрите, как хорошо. Мы уже их там разобрали, прочитали один раз, прочитали второй раз. И вот, пожалуйста, когда ты читаешь третий раз, получается замечательно, красиво прочитано. Спасибо, Амелия. Мы идем дальше. Алиса номер семь. Ты читаешь новую страничку? Замечательно. Вот тут, наконец, нам встретилось новое, новые слова. Скажи мне, пожалуйста, Алиса, понятно ли тебе, что тут написано? Да. Ага, объясни нам. Хочешь перевод сделай, хочешь объясни другими словами на иврите? Не хочу это здесь, не хочу, не хочу это там, не хочу это тут, не хочу во всем. Последнюю строчку, как перевести? А, ни в каком месте во всем свете. То есть, где бы вы мне ни предлагали, я не хочу. А почему нам сейчас прочитает Даниэль? Почему же он не хочет ни там, ни тут, ни в каком любом другом месте? Даниэль, пожалуйста. Сейчас. Ани леоэв, ани леоэв, азобутишми ущев. Ани леоэв. Ани леоэв, леоэв, азобутишми ущев. Скажи мне, пожалуйста, Даниэль, вот это вот нам новое встретилось выражение. Как ты его понимаешь? Ну, я понимаю, что это слово означает оставить меня в покое. Правильно, замечательно. И он говорит еще раз, меня зовут... Шеф. Шеф. Очень хорошо. Ну, сегодня просто мы, смотрите, как быстро читаем. Итак, мы переходим еще к одной страничке. И читает опять первый номер нашего списка Алиса. Мухан. Правильно. Итак, все слова мы знаем. Теперь мы сделаем целый рассказ. Улай Бабайт Аль Шульхан. Это его спрашивает вот такой человечек в желтой одежде. И даже говорит Гам Ахбар Катан Мухан. Есть тут на рисунке Ахбар? Да. Он сидит на... На стульчике. И улыбается, облизывает. Наверное, хочет покушать этого вот угощения. Но посмотрим сейчас и послушаем, что же отвечает этот человечек, которого зовут Шеф. Ника, пожалуйста, прочитай. Ника, читай, пожалуйста. То. А лак... Не-не-не, подожди минуточку. То. 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 Но буква Алиф не читается, и под ней ничего не... Нет. То. То кал. То халь. То есть покушай. То халь. Ба. Ба. Дальше. Кмо. Ба. Дальше. То халь. То халь им шуаль. Шуаль. То есть он не хотел кушать с мышкой. А ему предлагают с кем вместо мышки им шуаль. С кем? С волком. Шуаль это лис. 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 Лиса, да? И где ему еще можно покушать? Можно бакуфса. То есть внутри вот такого вот, в такой коробке. А можно баавир в воздухе. А можно вместе с лисой. Вот какие ему предлагают условия. А Алис сейчас прочитает. Что же сказал этот несчастный человек, которого зовут шеф? Что он ответил? Ло би арсал. Ло им шуаль. Ло им шуаль. Дальше. Ло им ахбар. Ло шум давар. Ло шум давар. Замечательно. Скажи, пожалуйста, Алиса, а что стоит в конце предложения после слова шум давар? Ну, давар – это означает ничего. Да, это означает. А что после слова давар стоит? Какой знак? Ну, знак, ну, такой знак, который не… Ну, он кричит такой знак. Это называется симан-крия. Восклицательный знак. Когда люди говорят громко, ставят восклицательный знак. То есть этот наш герой, которого все время угощают и угощают, он говорит ло барсаль, ло им шуаль, ло им ахбар, ло шум давар. Он не голоден, и он отказывается, и отказывается. Он не хочет кушать в гамаке, не хочет кушать вместе с лисой, не хочет кушать вместе с мышкой. И он вообще ничего не хочет. Вот так он рассердился, что аж стал кричать. И поэтому в конце предложения стоит восклицательный знак. Симан-крия. Пожалуйста, запоминайте. Итак, читает Майя. Все еще продолжает тот человек что-то говорить. Пожалуйста, Майя. Замечательно. Дальше. Ло кар, ло хам, ло мэвульбаль. Замечательно. Стоит точка, поэтому мы останавливаемся. И Майя посмотрит немножко, есть ли тут новые слова, которые мы еще не встречали. По, шам, кар, хам. Это у нас уже было. А было ли у нас слово бихляль? Оно первый раз. Как ты думаешь, что оно обозначает? Вообще. Вообще. Ничего вообще не хочет. А ло мэвульбаль. Мэвульбаль – это такой бильбуль у него в голове, замороченный такой. Да? Итак, мы читаем теперь с Милой. Мила читает последнее предложение на этой страничке. Пожалуйста, Мила. Тут все слова нам знакомые. Правда, Мила? И какие слова? Раэв. В-о-эв. В еще раз раэв. В-э-шу-шев. Это его имя. Он говорит шми-у-шев. То есть он про себя опять говорит одно и то же. И его почему-то так никто и не слышит. Опа! И мы с вами молодцы, потому что дочитали все те странички, которые я приготовила нам с вами сегодня для чтения. Эта книжка началась. Мы ее с вами быстренько прочитали. И у нас есть 10 минут на то, чтобы почитать инструкцию, как рисовать. Амелия, скажи, пожалуйста, кого мы будем учиться рисовать? Прочитай здесь наверху. Пар-пар. Пар-пар. И мы с вами читаем инструкцию не для того, чтобы на самом деле учиться рисовать. Мы читаем инструкцию, чтобы уметь понимать, когда нам говорят, что нужно делать. И инструкции по рисованию очень подходят для такого ознакомления. Поэтому сейчас мы прочитаем первую позицию, что надо рисовать. Пожалуйста, Амелия, начинай читать. Гуф, Гуф, Элиф. Тихо, кто не выключил. Ника, 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 пожалуйста, посмотри, у тебя не выключен микрофон. Ника, посмотри, мы слышим какие-то от тебя звуки. Пожалуйста, Амелия, еще раз. Гуф. Элиф. Элиф. Элифса. Да, минуточку останавливаемся. Раз тебе было трудно это слово прочитать, мы его сейчас все полностью прочитаем. Сначала буква Алиф, потом буква Ламет, потом буква Ют, Пей, Самых. И мы читаем Элипса. 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 У нас есть такая фигура, которая называется Элипса. Вот она, это, правильно, я правильно обвожу? Элипса. Ага, отлично. Теперь ты еще одно слово прочитай. Рож. Рож. И гуль. Рож. И гуль. Ага, тут стоит запятая, отлично. Где же у нас Рож и гуль? Вот это и гуль? Ты знаешь, что такое и гуль? Что это? Это круг. Круг, правильно, и гуль, это круг. Итак, мы нарисовали Элипса Легуф. Что такое гуф? Гуф это тело. Тело. Замечательно. Посмотрите внимательно. Гуф это тело. Оно по форме имеет элипса. А рож, это голова, голова, круглая и гуль. Замечательно. Теперь Алиса номер семь прочитает вторую строчку. Алиса. Что стоит на конце этого предложения, Алиса? Как вопрос. Как он называется на иврите? Симан шейла. Йофи. Симан шейла. Очень хорошо. А вторую часть, пожалуйста, этой строчки. Шаблюль. Шаблюль. Скажи, пожалуйста, что это за цура такая шаблюль? Я не помню. Ага. Шаблюль это такая закрученная, которая есть у улитки. И улитка называется шаблюль. У нее есть еще одно название. Но за счет того, что она как спираль вот так крутится, 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 и потом торчит головка и хвостик. Это тоже шаблюль. Очень хорошо, дети. Молодцы вы. Итак, теперь читает Даниэль. Номер восемь у нас, Даниэль. Он читает вторую часть инструкции. Пожалуйста, Даниэль. Ма питом еш лёг на фаим. Вэ у аф лё бэ шамайм. Лё бэ шамайм. То есть там был вопрос. Улай зэ шаблюль? А здесь уже есть ответ. Ма питом еш лёг на фаим. Скажи мне, пожалуйста, Даниэль, слово ма питом, слова, ты же знаешь? Да. Ну вот. Что это вдруг? Правильно? Да. Еш лёг на фаим. Лё. Что это за слово такое вот в этой строчке? Это не лё такое, что это нет. Это лё, что это он. У него. У него, да. Еш лёг на фаим. Так что же у него есть? Кнофаим. А ты можешь включить свой карандаш и обвести нам? Где же тут кнофаим? У меня что-то тут не так. У меня что-то... У тебя не включается. Хорошо. Скажи, пожалуйста, я буду сейчас обвозить... Я не знаю, как это делать. А, ладно, ты научишься. Посмотри, вот я сейчас обвожу это кнофаим. Или нет? Посмотри. Тебе видно? А, вот видно. Ага. Обвожу я. Это кнофаим называется, вот где я обвожу сейчас. Или нет? Я вижу только руку. Посмотри, вот тут у бабочки крылья. Кнофаим – это крылья. Да? Да? Для чего бабочки крылья? У Афлё башамаем. Для чего ему крылья? Чтобы летать. Да, летать себе башамаем. Где он летает? На небе. В небесах. Правильно. Молодец, Даниэль. Замечательно. Передвигаемся к следующей страничке. И Алиса прочитает первое предложение. Уже заканчивается наша инструкция. Видите, как мы быстренько её прочитываем. И если кто хочет, тот может быть быстренько нарисовать такую вот бабочку. Пожалуйста, Алиса. Зе пар пар ма ма ш нех мад. Замечательно. Зе пар пар ма ма ш нех мад. Алиса, какое-нибудь слово есть, что оно тебе неизвестно? Ну, я не знаю. Мамаша. Мамаша. Кто может перевести? Ника, скажи, пожалуйста, ты можешь для Алисы перевести предложение, которое первое на этой странице? Зе пар пар ма ма ш нех мад. Да. Пожалуйста. Эта бабочка очень милая. Милая. В данном случае, Алиса, слово мамаш обозначает очень. Но у него есть ещё немножко какие-то другие оттенки в значении. Поэтому сейчас ты можешь запомнить о мамаш нех мад. Он очень милый. Ника, прочитай, пожалуйста, следующую строчку. Что же его зовут делать? Бо – это первый глагол. Идём. Шев – это второй глагол. Сесть. Садись. Ли – к кому? Мне. Мне. Куда? Аль Аяд. На руку. На руку. Замечательно. Спасибо, Ника. Теперь я прошу Алис, чтобы она прочитала ещё одну строчку. Шеф – меат бименуха. 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 Шеф – меат бименуха. Садись немножко, отдохни, чтобы ты был в состоянии покоя. И Майя читает последнюю строчку. Бе – Майя. Майя. Не ушла ещё, а Майя у нас с нашего. Майя, пожалуйста, включи микрофон и прочитай последнюю строчку. Ли – Тауф, ле – Да – Кэ – Ха. Молодец, ты прочитала правильно. Скажи мне слово Тауф. Что оно напоминает? Слово Аф. Куда лететь ей разрешают или её приглашают? Последнее слово. Тут у нас целых три слова. Ле – это направление Дэрэх Шэль Ха. И лети своей дорогой. Правильно? Итак, мы с вами прочитали всю инструкцию. И если хотим, то можем нарисовать по этой инструкции бабочку. Что ещё нам только не сказали, там надо сделать? Раскрасить. Ну, раскрасить – это, наверное, не очень-то и сложно. Сейчас мы с вами познакомимся с таким маленьким стихотворением, которое мы начали читать в начале, на прошлом занятии. Там было про одну голодную махашифу, а теперь их уже две. Там она просила, чтобы её покормили, сидя под кроватью. А здесь сейчас Мила прочитает, что же такое происходит на этой картинке. Штей ми флацот, рээвот, бэммэфэтах, арон, зуг шэльна алаим, ло асот, лэте аводна. Замечательно. Мила читает отлично. Просто каждую букву и каждую огласовку отлично прочитала. Теперь ещё Амелия прочитает. И тогда мы решим. Будем записывать на микрофон. Пожалуйста, Амелия. Штей ми флацот, рээвот, бээфэтах, арон, зуг шэльна алаим, ло асот, лэте аводна. Замечательно, Амелия, ты молодец. Алиса, скажи, пожалуйста, штей ми флацот, рээвот. Про кого нам рассказывают на первой строчке? Штей ми флацот, рээвот. Алиса, номер семь. Ты знаешь это или нет? Две голодные. Ну, ми флецит это такая страшненькое, уродливое такое существо. Итак, ещё, Алиса, скажи мне, где они находятся, эти ми флацот, бээфэтах, аарон? Скажи мне, где это они находятся? Алиса, ты слышишь меня? Алиса, номер семь. Слышишь меня? Нет? Хорошо, переходим к Даниэлю. Даниэль, скажи, пожалуйста, где же эти ми флацот у нас стоят? Бэпэтах, аарон. Где они находятся? То есть, на входе, на входе, как его, в шкаф. Шкаф. Очень хорошо, Даниэль, молодец. А что они делают? Люассот. Что это? Люассот. Люассот это жуют, что ли? Жуют. Зук шель наоляем. Что они жуют? Вот, они жуют пару, пару, как его, пару... Ботинок, туфель, да? Ботинок, я забыла. Да, обувь какую-то. И как это, им нравится или нет? БТО вон. Да, у них хороший аппетит. Они кушают с аппетитом. Итак, эти две монстрики, они сегодня нашей героини. Скажите мне, дети, хотите ли вы, чтобы мы записали на микрофон чтение этого стихотворения? Кто хочет записать на микрофон? Сейчас я открою нашу... Сейчас все по очереди запишут. Открою нашу группу. И я вам всем хочу ее показать. Те, которые у нас первый раз пришли, они тоже могут посмотреть. Иврит в школе свободных наук. Это группа, которая специально для нас открыта. Тут всегда есть объявления, тут всегда есть новые тексты. И тут всегда есть все ссылки на интересные ролики или книжки. И поэтому я вас приглашаю сюда приходить. Алиса, ты уже, конечно, знаешь, как нужно записывать. Но те девочки и мальчики, которые пришли первый раз, я им скажу, что в углу нашего экрана вы видите микрофон. Когда я нажимаю на микрофон, то он начинает синим цветом светиться. В этот момент нужно начинать читать, чтобы записался ваш голос. Вот посмотрите, как будет делать Алиса. Раз, два, три. Алиса, номер один. Читай. Хочешь или нет? Скажи мне. Давай я сделаю тебе новые, чтобы у тебя не пропали секунды. Итак, я говорю, когда я говорю три, ты начинаешь читать. Раз, два, три. Штей мифлацот реевод бефа тах а а рохон зог шель на а лайм. Ло, а, сот, ле, те, а, вон. Замечательно, молодец. Алиса прочитала. Скажи, пожалуйста, Ника, ты хочешь прочитать на скорость? Ника, будешь читать? Ника, или я пока тебя пропускаю, когда ты вернёшься к нам, то я тебе дам почитать. Алис, ты хочешь почитать на скорость? Хочу, я думаю. Смотри внимательно на текст. Как только загорится микрофон синим цветом, начинай читать. Раз, два, три. Штей мифлацот реевод бефетах ха а рон. Зук шель на а лайм, ло а сот ле те а вон. Замечательно. Посмотри, как быстро ты читаешь. Всего 14 секунд, и уже готовое стихотворение. Потом ты можешь зайти в нашу группу и послушать, как ты читаешь, как другие дети читают. Ника, ты хочешь записать на скорость это стихотворение? Я? Да. Да. Пожалуйста, я для тебя сейчас включаю микрофон. На слове три начинай читать. Раз, два, три. Штей мифлацот реевод бефетах а рон. Зук шель на а лайм, ло а сот ле те а вон. Очень хорошо. А кто это читал? Я приглашала Нику. А кто читал? Илана. Илана. А почему-то Илана сегодня у нас не записана. Илана, я тебя запишу. Оказывается, у нас еще была очень хорошая чтица. Ага, сейчас Ника мне наконец скажет. Или она хочет читать с нами. Да, хочу. Итак, смотри, я нажимаю на микрофон. Раз, два, три. Ника. 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 Будешь читать? Да, буду. Подожди, тогда я тебе еще раз сделаю форму для чтения. Смотри внимательно на микрофон. Раз, два, три. Раз, два, три. Ну что ж, у тебя еще меньше времени. Тринадцать секунд. Ты молодец. Теперь я хочу спросить Майю. Майя, ты хочешь записать на микрофон чтение этого стихотворения? Да. Так, ты поняла, как нужно записывать? Я тебе делаю вот такую специальную форму. Видишь, тут написано. И нажимаю на микрофон. Когда микрофон будет голубого цвета, ты читаешь. Раз, два, три. Замечательно. У тебя тоже всего тринадцать секунд. Ты читаешь быстро, четко и хорошо. Замечательно, Майя. Молодец. Теперь у нас последующая в списке идет Мила. Мила, ты хочешь прочитать стихотворение под запись? Мила. Будешь записывать стихотворение на микрофон? Да. Итак, смотри в уголочке микрофон. Сейчас он загорится синим цветом. И ты читай на счет три. Раз, два, три. Вот сейчас посмотрим. Девятнадцать секунд. Отличный результат. Теперь Алиса номер семь. Скажи мне, пожалуйста, хочешь ли ты прочитать стихотворение, чтобы оно записалось на микрофон? Нет. Хочешь? Нет. Нет? А когда Миля будет? Кто будет? Амелия. Разве сейчас не Амелия читала? Мила читала. Ага. Хорошо. Тогда мы возвращаемся к Амелии. Амелия, смотри, пожалуйста, на микрофон. На счет три начинай читать. Раз, два, три. Шети, шети, шети מפלצות, מפלצות, רעבות, בפתח, הארון, הארון, דוק, זוג, של נעליים, לא, לסות, לתאהון. Отлично. Я тебе советую не торопиться и внимательно смотреть на все буквы. Тогда ты прочитаешь еще быстрее и еще красивее. Итак, Амелия прочитала. Алиса номер семь. Читала ты уже? Или еще нет? Почему-то я не слышу, что ты мне отвечаешь. Хочешь читать или не хочешь? Алло. А? Алиса номер семь. Ты хочешь читать на микрофон? Не понимаю. Нет, я не хочу. Не хочешь. Теперь тогда приходит очередь Даниэля. Даниэль, будешь читать на микрофон на скорость? Даниэль? Да. Итак, смотри на микрофон. Раз, два, три. Замечательно. Ну, ты, конечно, будешь у нас чемпион. Семь секунд. Ты прочитал. Быстро. Кто-нибудь сейчас послушает, как ты читаешь. Сейчас я вам включу. Послушайте внимательно. Понимаете, как прекрасно он читает. Каждый может прийти и послушать самого себя и тех, кто с ним сегодня были на занятии. Итак, это наш с вами, этот пункт тоже закончился, и мы выполнили с вами сегодня и чтение, и инструкцию прочитали, и перевели всю книжку, которую я в следующий раз я вам еще больше листиков приготовлю, чтобы мы могли читать. Так, Мила, что ты тут мне пишешь? Что ты хочешь сказать этим? Ты написала, что тебя зовут Мила. Даниэль, ты поднял руку. Скажи, ты хочешь что-то спросить? Это уже давно. Она просто у меня стоит. А, ты не знаешь, как ее убрать. Ну, я надеюсь, ты кого-нибудь попросишь, и тебе объяснят. Ребята, я уже убрал. Ну, замечательно. Научитесь сами, как себе включать инструменты, чтобы вы могли включить свой карандаш, например, и когда мы будем что-то читать, чтобы вы могли обвести или слово, или какую-нибудь форму. Это будет вам интересно, и это будет как проверка, когда мы будем вместо того, чтобы переводить, просто возьмем и обведем какую-нибудь часть. А я, кстати, не мышкой пишу, я пишу специальной ручкой. А, ой, как хорошо. У тебя специальная ручка, это отличное дело. Я бы тоже хотела, но у меня пока еще нету такой ручки, поэтому я веду занятия на ноутбуке и действую мышкой. Кто-то может, конечно, писать с помощью внутренней мышки, которая установлена в компьютерах. Итак, ребята, следующее наше занятие для чтения на уровне по слогам будет в среду. Каждую среду в Йом Реви в 6 часов мы читаем по слогам. Завтра в Йом Хамиши в 5 часов будет чтение сказок. Можете приходить, кто-то будет читать, кто-то будет слушать, это все равно будет полезно всем. В Йом Ши Ши в пятницу в 4 часа мы читаем повесть про Нильса, которые путешествуют с дикими гусями по свету. Они летят в Лапландию для того, чтобы провести там лето. И это интересная повесть, и мы ее читаем уже несколько занятий. Приглашаю тоже тех, кто хочет. Итак, наше занятие сегодня окончено. Мы с вами молодцы. И я вас благодарю за то, что вы пришли. Итак, добра. И завтра будет тоже? Завтра будет и послезавтра будет. А скажите, а это видео записывалось? Видео записывает, и через некоторое время будет ролик загружен в наш канал. Канал Школы Свободных Наук. У нас есть отдельный плейлист. Называется «Иврит» в Школе Свободных Наук. И все наши ролики, все наши занятия, которые были, они там уже опубликованы. Там, по-моему, на данный момент 46 роликов. Смотрите любые. Вы можете по этим роликам читать самостоятельно все тексты, которые мы читали. То есть вы открываете ролик, ждете, когда придет какая-то страничка. Ставите на стоп и читаете ее. Потом можете включить и послушать, как читали другие дети. Послушать, что по этой страничке объясняли и что по ней переводили. Вот так можно пройти все наши занятия быстро. Так, когда вы захотите. Каждый день или по нескольку раз в день. Поэтому это тоже очень хороший способ учиться читать. А у нас вы приходите и просто тренируетесь, как правильно прочитать и как правильно понять. На этом мы с вами прощаемся. До свидания. Всего доброго. Жду вас на следующем занятии. Субтитры создавал DimaTorzok